Всем привет! Вы на канале стартандроид, здесь Виталий Непочатов. Продолжаем делать игру Flappy Bird для Android. Но сначала я хочу рассказать вам о розыгрыше призов, который проводят наши друзья. Канал Rosetket по случаю достижения количества подписчиков в 300 тысяч. Они разыгрывают iPhone 6s, Nexus 6P, iPod Touch и iPod Nano. Условия конкурса просты, нужно подписаться на группу ВКонтакте Rosetket, а также на группу ВКонтакте GadgetBox 100 и оставить комментарий определенного формата под видео, ссылку на которое вы видите на экране. Более подробно условия конкурса под тем же видео в описании. Победитель будет выбран во время прямой трансляции на канале Rosetket 27 декабря в 8 вечера. Ссылки на канал Rosetket и группы ВКонтакте есть также в описании к этому уроку. А мы возвращаемся к теме нашего урока. В этом уроке мы научим нашу птичку махать крыльями в полете. Добавим в игру анимацию. Создаем класс Animation. В нем создаем массив текстур, где будем хранить кадры анимации. Добавим переменную MaxFrameTime, это длительность отображения одного кадра. Также создадим переменную CurrentFrameTime, это время отображения текущего кадра. Переменная FrameCount будет хранить количество кадров анимации. И переменная Frame, это отдельный кадр анимации. Пишем конструктор, в котором будем задавать регион текстур, количество кадров анимации и длительность цикла анимации. Теперь инициализируем массив текстур и определим ширину кадра, которая будет равна ширине региона текстур, деленной на количество кадров. Например, мы будем использовать текстуру шириной 48 пикселей, состоящую из трех картинок, каждая шириной 16 пикселей. 48 делим на 3, получаем 16. Теперь в цикле перебираем картинки на текстуре, по очереди используя их для кадров анимации. В методе Update пишем такую конструкцию. Проверяем, если длительность отображения текущего кадра больше максимальной, увеличиваем номер кадра, пока число кадров не достигнет установленного. И так по кругу. Также нам нужен метод получения текущего кадра анимации, допишем его здесь. Теперь в классе птицы нам необходимо сделать изменения. Объявим анимацию и добавим ее в конструктор вместо статичной текстуры птицы. Для начала объявим текстуру, найдем ее файл в конструкторе, предварительно закинув его в папку assets. Скачать текстуру можно со страницы урока, ссылка на экране. При создании анимации передаем текстуру и такие параметры. Кадра в анимации 3, длительность полсекунды. Осталось здесь удалить статичную текстуру птицы и изменить ссылки на нее. Также добавим в метод update вызов одноименного метода нашей анимации. И в методе getTexture будем возвращать текущие кадры анимации через getter. Только теперь это будет TextureRegion. Также не забываем о методе dispose. Ну что ж, тестируем нашу анимацию. Теперь наша птица машет крыльями в полете, замечательно. На этом наш урок закончен, а на следующем завершающем уроке цикла мы добавим в игру звуки и экран GameOver. Исходный код классов как всегда на страничке урока на сайте fandroid.info. Подписывайтесь на канал, следите за выходом новых уроков. С вами был Виталий Непочатов, всем добра.